Президент объявил об обоснованной и реалистичной заявке страны на лидерство во всех сферах, подчеркнул Анатолий Пахомов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Это доступная медицина, рост продолжительности жизни, увеличение пенсии, развитие территории, культурно-образовательные кластеры, детские и дошкольные учреждения, программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, вопросы обеспечения жильем, в том числе за счет снижения ставок по ипотечным кредитам и увеличения объемов строительства. Все, о чем говорил президент, это условия для обеспечения нового качества жизни наших граждан. Без решения этих важнейших задач прорыв в экономику невозможен. Президент поставил перед нами очень амбициозные задачи, но он же указал и точки роста, где можно взять необходимые ресурсы. И он нас зарядил на командную работу. Один из главных показателей эффективности работы муниципалитета – это обеспечение бюджетного процесса. Доходы бюджета города Сочи в 2017 году исполнены на 110% от плана, что позволило нам выполнить все социальные обязательства. Добиться таких результатов позволяет комплексный подход при решении городских задач, отмечает Пахомов. В минувшем году в Сочи продолжили создавать дополнительные места для дошкольников. Благодаря построенным детским садам в них пришли еще 620 ребят. 310 новых мест открыто в группах кратковременного пребывания. Предпринимаются на курорте и все возможные меры, чтобы школьники учились в одну смену. В прошлом году мы открыли школу в Верхней Беранде. Недавно завершено строительство учебного блока на 400 мест на территории школы номер 100 в Веселом. Есть продвижение, вы знаете, что в Совет Кваджи мы готовы практически к новому учебному году. Она готова, просто сегодня появилась возможность увеличить территорию школы в Совет Кваджи. То есть построить на другой территории спортивный блок, и мы используем это. Но 1 сентября дети Совет Кваджи, прилегающие к территории, пойдут в новую школу. Как и в прошлые годы, значительная часть послания президента была посвящена проблемам социальной сферы и демографии. В Сочи по этим направлениям удалось добиться ощутимых перемен. На курорте реализуется приоритетная задача по оказанию поддержки сочинцам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, многодетным семьям и другим категориям нуждающихся. Выплаты получили более 14 тысяч человек. Продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот. В прошлом году для этой цели было приобретено 12 квартир. Улучшается и качество медицины. Объекты здравоохранения не только ремонтируют, но и строят новые. В селах открываются офисы врача общей практики. Здоровье людей – один из национальных приоритетов. Поэтому эффективность партийных проектов «Здоровое будущее» и детский спорт необходимо повышать. Для этого в городе созданы все условия. Также сегодня особое внимание партийному проекту «Старшее поколение». На полицовете составлен список партийцев, закрепленных как за ветеранами Великой Отечественной войны, так и за памятниками и захоронениями солдат, которые необходимо привести в порядок ко Дню Победы. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.